I have ways of blowing things up. Но разработчики не сделали ни чертища, чтобы было удобно играть. Она все так же не захватывается этими программами для записи. Мне приходится писать в рамочке. Все это выглядит через задницу. Я постараюсь, по крайней мере, чтобы это все выглядело удобоваримо. Но записывать ее все такой же ад, как и первую часть, например. Сейчас, секундочку. Вот, вроде немножко подправил рамку. Теперь звук я вроде отбалансировал. До 30% скинул. Попробовал, потестил. Вроде как звук должен быть нормальный. Если что, ребята, извините. Первая серия, как всегда, со звуком будем мудрить. Теперь, насчет того, кем начинать играть. Мне уже вот два человека сказали, бери желтого мага. Честно говоря, когда я качал игру, у меня в голове был доктор. Потому что я помню, что доктор был очень хорош в прошлый раз. И там была такая фишка, что, ну, по-моему, то ли ярость кидал, то ли что-то такое. То есть, если бы я был с напарником, то было бы вообще круто. Но желтый маг... Я бы, наверное, хотел бы немного... Ну, объяснение выкинули, конечно, что у него вступление хорошее. Ладно, короче, поехали играть. Там уже на месте разберемся. Можно? Погоди. А, вот, ZX, так же она работает. Так, у нас есть... А, да, русификатора нет. На самом деле, мне лично на то, что русификатора нет, абсолютно плевать. Страдать будете вы, потому что синхронный переводчик из меня очень фиговый. Я-то буду понимать, что написано, что я успею вам перевести, и как после этого будут кровоточить ваши уши. Уши, извините. Ну, то есть, я буду понимать, что происходит, а вы уж да. Так, у нас есть окультист, который окулист. Короче, смотрите, прошло больше года с того момента, как я играл в демки. В демки я играл очень, так скажем, немножечко. Просто попробовал персонажей, как что. Я даже там сильно не увлекался. Я помню черный калиб, козел, от которого тащилась бабка. Я помню, что там чувак в столовке, с которого вроде как нельзя было победить. Но я потом, на самом деле, не поленился. Посмотрел одну демку одного чувака, как он проходил. Оказывается, этого чувака можно победить? Просто я не так хорош был. Да, кто бы ожидал. Но, на самом деле, много я не помню. Помню поезд, война какая-то. Это все происходит через сколько там лет после Fear and Hunger. Поехали смотреть. Вот, доктор. Доктор мне... А, минуточку. В прошлый раз было четыре персонажа. Да, у нас был механик, доктор, оккультист и солдат. Вот, у нас выходило четыре серии на четыре персонажа. А сейчас у нас их восемь. Это что за Джоджу такой? Фаг. Бандюга. Погодите, давайте почитаем про них. Значит, жизнь на подпольном боксерском ринге научила боксера, как справляться с оппонентами с голыми руками. Он приверженец близкого боя. Так, ты у нас кто? Журналист. Блин, а вот это прикольно. Так. Освещая войны и другие катастрофы, журналист... Набралась всяких скиллов, которые помогают ей выжить. То есть, ее скиллы явно будут не самыми худшими для того, чтобы выжить. Так. Ботанист. Она коллега, что ли? Серьезно? Мне предлагают играть за колясочника? Это какой-то хардкор? Так. Знания ботаниста покрывают широкий аспект растений и трав. Она может делать микстуры с сильным исцеляющим эффектом. В альтернативе она может использовать свои знания, чтобы делать яды. Итак, желтый маг. Желтых магов из первой части я ненавижу. Не потому, что они сильные, не потому, что они крутые, а потому, что они продолжают тебя бить во время диалога, отбивая тебе руки, ноги. Это не потому, что я ненавижу желтых магов, а потому, что я ненавижу, как сделана эта механика в первой части. Это то, что меня там бесит. Кстати, да, ребят, кто спрашивал насчет первой части, оно продолжится, прохождение, но по субботам, как я и говорил, это же прохождение у нас вступает на место второго прохождения на неделе. То есть будет выходить по вторникам, пятницам. Добро пожаловать, приходите, смотрите, видео будут выходить регулярно, насколько мне будут позволять нервы. Хорошо. И 32, кстати, а он у нас самый старый тут, да? Блин, а мы берем старпера. Ну хорошо, давайте, желтый маг, по противоречии верованиям остальных священников, желтые маги не посвящают свою жизнь восславлению. Желтые маги, другими словами, преследуют только собственные интересы и идут только по своему плану. Так, хорошо, про механика, про вот их, ребят, мы уже читали, сейчас я быстренько... Она будет крафтить собственные вещи, механические навыки и больше понимает в машинерии. Это понятно, доктор... Он может лечить и он может анализировать, анализируя, понимать эти слабости врагов. Не знаю, вот он в прошлый раз был крут, мне понравился. Оккультист. Путусторонние силы. Не так уж сильна с атакующими заклинаниями, но ее скиллы не менее впечатляющие, когда их правильно использовать. И бывший солдат. Сражался в войнах с 13 лет. Прикиньте, тебе 18, а тебя не призывают, а ты уже бывший солдат. Ага, да, на секундочку о том, как жесток этот мир. У него... А, он преуспел в дальнем бою, и у него отличный этот прицел. Ну, то есть он меткий очень, из практически любого оружия. Итак, ну давайте возьмем желтого мага. Чисто по вашему совету, ребят. Потому что, наверное, я бы не взял его сейчас, но раз уж вы говорите. К тому же я уверен, что это у нас будет не одно прохождение. И да, давайте для начала, и так уж у нас затянулось немножечко начало. Но я скажу еще пару слов. Как всегда, первая серия 2 у нас будут такие мучительно пробные. То есть будем тыкаться носом, будем, наверное, подыхать, будем, наверное, начинать заново. Где-то что-то будет происходить. Так же, как и в обычном Fear and Hunger. Первая одна-две серии, без этого никуда поехали. Оса. Пусть будет оса. Я не против, я не буду менять им имена. Разработчики старались, делали. Пусть будет. Есть Easy Air. Fear and Hunger. Мазохизм. Это масса экс... Да, но это мазохизм, вы же понимаете, да? Итак, смотрите. В первой части у нас Fear and Hunger. Это был базовый, по-моему, мод. Потом шел ужасный, и потом шел там вообще что-то отвратительное. Так вот, здесь нам дают Easier. Давайте мы пойдем на Fear and Hunger. Вроде как, если он соответствует тому моду Fear and Hunger, как первый, то я вроде как к нему привык. Хотя это первая игра, тут через задницу опять сейчас пойдет. Короче, если будет прям жесть-жесть, то, может быть, рискнем на Easier. Но я пока хочу попробовать вот это. Да, я знаю об этом, пожалею. Фух. Ну, поехали. Начало пока что тоже. Пропустить историю? Give me the abridged version full-text adventure. Давайте, я буду читать, потому что этого персонажа я не знаю. Да, успокаивающие звуки поезда. Ты не привык к такой тихой и размеренной атмосфере. Ты ничего не можешь поделать, и твой мозг начинает интересоваться. И ты думаешь, что привело тебя к данному моменту, к точке в этой жизни. Ты был рожден и выращен в жестокой жаре обессонии. Континент с длинной историей, окутанный хаосом и войнами. Так, хорошо. Эти дураки. Короче, люди вокруг тебя ценили войны выше, чем мудрости прошлых поколений. Так всегда было. Люди обессонии предпочитали держать своих предков на педесталах. Но не вмешивать их в свою жизнь, видимо. Это имеется в виду. Не то, чтобы это было прям лучше, чем на севере, на континенте Европы. Эти дураки поклонялись древним каким-то божествам, которых они никогда не видели собственными глазами. Да, секундочку, ребят. Насчет божеств. Уж извините, я и историю первого Fear and Hunger знаю не так уж хорошо. Я до сих пор путаюсь в божествах. Кто там, что там. Да, я знаю, вы мне это писали. Да, я знаю. Я не знаю, в чем проблема. Мне нравится лор этой игры, но я почему-то не могу до сих пор запомнить все перипетии. Вроде как я на время погружаюсь, запоминаю, кто какой бог, кто что там делает и всякое такое. Тут тот же Альмер и Сильвиан и всякое такое, потому что я с ними уже сталкивался. Но все равно история для меня довольно запутана. Если я тут буду тупить и делать всякие ошибки, пожалуйста, жду объяснений в комментариях. Если вы в этом разбираетесь лучше меня. Хорошо, не если, вы точно разбираетесь лучше меня, так что я буду рад услышать. Итак, и у них были свои споры, это точно. Большая война. А, одна большая война за другой. Что хуже, их споры... А, что хуже, что их споры не оставались внутри их границ. Они, ну как бы, вытаскивали все это говно наружу. Они, ну как бы, обратили свое внимание на Вессонию сейчас, потому что это стратегическая позиция, чтобы обеспечить доступ к нефти и другим полезным материалам на... Ист, это же Восток, да? Да, ладно. Да. Так вот. Было только вопросом времени, когда их солдаты придут маршем по этой земле. Ну, по Африке. Ну, будем это, грубо говоря, называть Африкой. Хотя это не Африка, но мы понимаем, про что мы говорим, да? Ты не собирался подыхать из-за каких-то безликих марионеток, не марионеток, а кукловодов, которые сфокусировались, сфокусировали свои увеличительные стекла на вашей родной стране. Несмотря на свой юный возраст, вы решаете уйти. И, напоминаю, мы играем за самого старого чувака, видимо, он какое-то время... Ну, то есть он ушел из дома позже, наверное, чем остальные. Черт его. Так. Твои братья, сестры, мать оплакивали твой отъезд. Они хотели, чтобы у тебя было что-то, что давало бы память о них. Family Chuck-Chuck. Take your father's momento. Soul Stone. Чак-чак, извините, это что? Мне в голову приходит только блюдо. Я знаю такое, вроде как. Это какая-то еда. И так, Soul Stone. Soul Stone это у нас будет для прокачки, если так же работает, как в первой. Не знаю. Я бы, наверное, взял бы Soul Stone. Мне оно кажется более существенным. Ребят, те, кто сейчас будут рвать на себе волосы. Я же писал! Бери это, не бери это. Я не знаю. Я старался не сильно пока что вчитываться. Общие такие какие-то моменты я усвоил. Но больше конкретнее читать. Вот опять же, мне написали буквально перед тем, как я сел записывать серию. Мне написали. Слушай, хочешь немножко спойлеров? Я пока что на твой коммент, чувак, даже еще ничего не ответил. Когда я отвечу, это будет уже после записи этой серии. Я сначала хочу немного сам носом потыкаться, а потом пойду читать комменты. Поехали за Soul Stone. Так. Я беру с собой камень души. Тебе сказали, что он содержит душу твоего отца внутри. Ну, круто. Ты считал себя успешно мертвым внутри. Неотягощенными эмоциями. Но тебе понадобилось очень много усилий, чтобы убедить себя, что ты не будешь скучать по своей семье. Ты, очевидно, у тебя, очевидно, есть эта слабость. Ты отправился в город Солнце. Ясно, что это название, судя по написанию. ОМОН. Ну, что город Солнце. ОМОН. Ну, так, хорошо. Чтобы получить образование на спиритуалист... Спириту... Спиритуалист... Ну, это же не так называется на русском, да, наверное? И касательно религии. Ты не был крепок физически, но ты всегда считал, что интеллект — это твое достояние. А, то есть ты был принят после некоторых тестов на ученичество. В то же время новости про Великую войну, приближающуюся к границам Абиссони... Эти новости — это было все, о чем говорили по радио. А, ОМОН находился далеко от границы и, вероятно, был бы безопасным местом еще некоторое время. Хороший, еще долго. Та же, после как война начнется. Ты понял, что у тебя есть еще полно времени для того, чтобы выучить храмовничество и уехать из страны до того, как будет слишком поздно. В храме ОМОНа тебе дали на выбор три школы спиритизма. О, спиритуализм, спиритизм. Да, вот это правильное слово, спиритизм. Так вот, поклоняться Европе... Просто Европе, да? Учить магию с восточных святилищ и учить методы твои домашние. Ну, блин, не знаю, мы же прям такие любим свой дом. Честно говоря, на меня больше смотрят восточные святилища, но чувак вроде как хом-кантри. С другой стороны, он будет уезжать из своей хом-кантри. Я даже не знаю. Я просто сейчас вслепую выбираю, потому что я без понятия, на что это влияет. Я возьму то, что мне кажется ближе. А на самом деле это же возможность ошибки. Давай так. О, я научился пиромантическим трюкам. Пиромант. Черт. Я во все соусы игры играю пиромантом. Я умудрился выбрать пироманта даже здесь. Хорошо. Ты был талантлив, и тебя восстанавливали за твое быстрое обучение в храме. Но это оказалось для тебя сюрпризом. Ты знал, что ты был умнее, чем большинство старикашек. Они только хранили знания, которые ты хотел. Как только у тебя окажутся эти знания, они, извиняюсь, ребят, они окажутся бесполезны. Насчет того, что я не могу нажать паузу, поскольку как только я нажму паузу, я пролистаю текст, поэтому вам придется немножко послушать, если вдруг я что-то буду делать без паузы. Пардон. Чем больше времени ты проводил в храме, тем более патетик, ну, блин, я забыл русское слово. Сейчас, секунду, ребят. Религия в целом начала выглядеть не очень целостно, так скажем. После того, как ты понял, как функционирует все в этом мире. Религия в целом. Это суть любой религии. Блин, чтобы меня только за это не забанили. А то нас любят в последнее время за правду обижаться. Но ладно. Посвятив свою жизнь поклонению, значило бы посвятить свою жизнь королю или королеве всех времен. Ты ушел из своего дома, потому что не хотел умереть, сражаясь на чьей-то войне. Зачем же тогда тебе тратить, выбрасывать свою жизнь, служа кому-то еще взамен? Ну, то есть, в принципе, да. Бежал от одного и пришел к этому же. Примерно в то же время ты нашел старый свиток, один из многих из библиотеки Амона. Свиток упоминал старую секту магических... Ну, тех, кто практикует магию уродом из восточных этих святилищ. И их виды на жизнь казались тебе более приемлемыми. Желтые маги. Ага, они отличались от типичных священслужителей. Вместо посвящения своих жизней и пославлению Богу... А, вместо того, чтобы посвящать свои жизни прославлению, боги существовали для них. Их силой было развитие самого себя и своего внутреннего... Своей внутренней силой. Да, кстати, то, что мы сейчас тратим кучу времени на историю, я сделаю серию немножечко подольше, я же все понимаю. Но пропускать историю я не считаю нужным. И опять же, если мы потом будем начинать за нового персонажа, то я опять буду перечитывать всю историю. Так что, ребят, я уже даже не знаю. Можете... Кому это все неинтересно, можете проматывать дальше. Пока что для меня вот это геймплей. Так. Вместо того, чтобы искать... Вместо того, чтобы искать порядок... Ну, в старых богах желтые маги открывали хаос. Хаос был обычным... Обычным положением в мире, который возвращался... Ну, то есть, хаос... Мир возвращался к хаосу снова и снова, раз за разом. Да почему бы не использовать его силу где-нибудь еще? В принципе, логично. Ты ушел из храма Омона и решил направиться на восток. Да. Преследуя желтых магов. То есть, их учения, я так понимаю. Ты пропутешествовал дальше родного континента и оказался на узких улочках восточных святилищ. То есть, местные храмы поклонялись Альмеру. И это была их основная религия. Восточные святилища не были настолько уж лучше, чем святилища Омона, что касаемо религии. Если что-либо... Минуточку. Ну, если религия привилировала, то есть, возвышалась над посвящением, то люди здесь жили и умирали. Ну, то есть, в принципе, то же самое за религию. Ребят, я предупреждал. То есть, я понимаю все, что написано, но подобрать нужные слова, как синхронный переводчик, я просто отвратительный. Уж извините. Кстати, ученики смотрели на тебя сверху вниз из-за твоего публичного мнения. Это тебя не волновало. Ты лучше знал, что делать. Со временем ты убедил тех, кого надо. К тебе подошла группа этих путешествующих магов в цветастых робах. Робах в одеяниях. Одеяниях, давайте. Желтые маги, которые были в то время неподалеку. Они изучали разнообразные вещи. То есть, они не посвящали себя изучению чего-то одного. Я тут немножечко заметил, вот это вот пошатывание вагона меня начало укачивать. Группа увидела потенциал и предложила примкнуть к ним, место среди группы. Так. Тебе понравилось, что ты услышал, и ты решил присоединиться к путешествующей группе. На чем? На чем ты специализируешься? Базовые техники и более продвинутая магия. Вот что я из этого должен понять? Базовые техники или продвинутая магия? На чем я специализируюсь? Базовые техники это, возможно, какие-то простые вещи, которые стоят мало. Манны, но с помощью которых я смогу решать всякие небольшие проблемы. Продвинутые техники, возможно, будут стоить до черта манны. Но я получу один или два каких-то крутых скилла. Давайте я, наверное, в этот раз попробую вот так. Я не уверен. Тут на самом деле 50 на 50. Ты выучил Hurtin, нанесение урона. Ну, видимо, это какая-то магия, которой я смогу избивать кого-то. Я надеюсь. Итак, твой путь саморазвития подошел к концу. Твои странствия привели тебя в маленький приграничный городочек в восточных этих... Санкчуэрис... Блин... Святынях... Ну, не святынях этих... Ладно, вы поняли. Там ты встретил этого... Блин, я стал реально запинаться. Я забыл слово. Сейчас, секунду, ребят. Любопытно. Любопытного человека. Ходил Азив, самопровозглашенный маг с далекого Востока. Несмотря на его претенциозную внешность, его фамилия Азив была широко известна и даже немного... Его немного побаивались в некоторых оккультных кругах. И что дало его заявлению хоть немножечко солидности. Так, поехали. Он собирал группу искателей приключений, чтобы составить ему компанию в одном задании. Он унаследовал карту от своего деда-прадеда, которая должна была привести его в один данж. Fear and Hunger itself. Так, погодите. Это вот это то, что вы говорили? Ладно, блин, карту придется запоминать. Я вроде не страдаю каким-то таким топографическим кретинизмом, но когда дело доходит до важных моментов, у меня может все повылетать из головы. Это место служило местом паломничества многих странствующих магов и священников в далеком прошлом. Желтые маги, с которыми ты проводил время, рассказывали ужасающие истории о подземелье. Также рассказывали ужасающие истории об этом подземелье. Ты пропустил разговоры вот этого Азифа, но следующую ночь тебе снились ужасные кошмары. Что-то звало тебя. Тебе нужно было повидать это место самому. Ты присоединился к команде Азифа. И пропутешествовал через разорванную войну Европу. Большая часть команды ушла на полпути в Рондон, потому что было слишком тяжело пересекать границы в таком хаосе. Блин, хаос и хаос, знаете, мы же стремимся к этому. Чем ближе ты становился к месту назначения, тем более горячечными становились твои сны. Я уж не знаю, но Фивер это горячка, горячечные сны. Оставшиеся члены вашей команды фэллоущип, ладно, братство, они выглядели очень больными из-за стресса и того давления, которое на них оказывало, которое на их плечи заваливало это задание. Точкой слома был тот день, когда вы наконец-то прибыли к данжену. Сильный туман обрушился, ну, не обрушился, объял ваш лагерь и сделал навигацию невозможной. Используя компас, используя компаса было бесполезно, потому что он просто дико наворачивал круги. Издалека доносились разные неприятные звуки, которые до конца убедили всех, кто с вами пришел, что место было проклято нафиг. С самого начала. Ваши компаньоны запаниковали и разбежались по туману. Азив лично Азив сам был болен из-за постоянных кошмаров на протяжении половины пути. Ты оставил его в это фор но он короче валялся в этой форме ну не в форме форме эмбриона и ну короче мы его оставили он там валялся ему было и так фигом мы пошли дальше. После как вы некоторое время прошлись вы начали что-то различать за толстой белой завесой туман открыл вашему взору некие сооружения ты дошел до старых до каких-то старых руин или по крайней мере они такими выглядели сейчас если бы это не было каким-то таким настораживающим изначальным местом ты не сказал бы что в этих руинах есть что-то особенное возле главного входа арки в главного входа был указатель а не указатель этот место археологических раскопок с тентами и копательным оборудованием место раскопок выглядело заброшенным на другой стороне был вход в подземелье со ступеньками ведущими вниз в темноту examine the tents head to the main entrance давайте тенты посмотрим может что-то найдем вот это скорее всего у нас от этого будет зависеть насколько быстро мы ходим если мы сейчас пойдем в main entrance то типа мы будем ходить быстрее наверное если сначала проэкзаминируем это давайте посмотрим что в палатках мы найдем археологические раскопки казались относительно новыми может им было всего лишь парочка лет не было признака никакого людей те кто это все построили уже давно отсюда свалили все документы и отчеты были написаны на бременском поэтому ты не мог точно сказать что люди искали это это может быть это могла быть обыкновенная археологическая раскопка которая наткнулась на свою погибель неизведанно если это в самом деле были подземелья страха и голода даже в нынешнем своем положении они бы могли проглотить неподготовленных туристов рядом с главным входом а вот там опять дают этот выбор side entrance или main entrance я уж даже не знаю к основному входу или к боковому давайте наверное к боковому почему-то мне это я не знаю почему мне хочется сделать но давайте так осторожно вы подходите к скользким ступенькам чтобы найти только для того чтобы он вооружит там пещеру проход полностью обвалился и похоже обхода нет похороненный под обвалом там лежал скелет в средневековой броне его раздавило тонны тонны камней тебе не хотелось бы чтобы тебя постигла та же судьба как и скелета и ты идешь обратно все-таки идем к главному входу да я понял хорошо в том момент как ты поступил к к данжену ну типа подземелью ладно стены начали оказывать на тебя давление ты понял что место затащит любого нормального человека в бездны безумия голода за считанные часы тебе следовало бы быть более аккуратным с этим даже если день все еще был ярким еще была середина дня темнота казалась такой удушающей и не пропускала никакого света что ты едва мог видеть что-то перед собой ты зажег этот факел ты стоял в вестибюле подземелья а значит налево тебя было что-то что выглядело вроде как кухня маленькая комнатка с деревянной мебелью перед тобой а направо была заперта дверь угу go back outside мне сейчас кажется самым логичным ну ладно давайте на кухонь сходим так в комнатке были маленькие стулья вокруг деревянного круглого стола покрытые паутиной старыми пятнами в конце комнатой была старая так ну это столешница в другом углу был ряд деревянных бочек давайте я бочечки проверю сначала бочки однажды содержали в себе еду это было сотни лет назад сейчас там не было ничего полезного вдруг ты услышал громкие стуки и звуки царапанья идущие от входа адреналин заставил тебя выбежать чтобы посмотреть что это были за звуки деревянная дверь была сорвана с петель что-то большое или так нет погодите не сорвана что-то большое пыталось пробиться через дверь дверь тряслась на петлях что бы это ни было оно издавало нечеловеческие звуки я просто между строчками пытаюсь себе это все нарисовать в голове эту картину и у меня просто в голове сейчас складывается картина из первого феверенхангера как там выглядела крепость бочки столы и я себе это в голове сейчас дорисовываю спрятаться на кухне спрятаться в комнате перед тобой посмотрите посмотрите это подождать что это такое на самом деле смотрите выбежать наружу было бы самым логичным но мне кажется подземелья меня нафиг не выпустят во первых во вторых подождать и увидеть это нужно быть полностью отбитым спрятаться в комнате я не знаю что в той комнате и где там спрятаться здесь же на кухне есть бочки здесь есть бочки пустые в которых возможно какой-то запах чего-то я даже не знаю чего который пока что кухня мне кажется самым нормальным вариантом ага ты быстренько заскочил на кухню и прижался к зажался в углу так тебя не было видно но ты все еще мог видеть что творится снаружи так дверь все-таки выломали ты увидел темный силуэт огромного malformed неправильной формы push from the open door the creature made gurgling noises slowly wandered in the room короче вы увидели что-то какое-то непонятное огромный силуэт существо выползло из комнаты и пошло в другую комнату я же говорил я не хочу идти в ту комнату потому что я не знал где там прятаться хотя оно сейчас и сюда придет ты 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 использовал этот шанс чтобы проскочить в коридор откуда оно вышло ну-ка ну-ка ага 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 только существо полностью видящее во тьме учуяло тебя тот момент как только ты вышел из своего места где ты прятался на кухне ты побежал в темноту ни секунды не не ожидая не сомневаясь бежал так быстро как только мог чтобы увеличить дистанцию между тобой и чудовищем ты не особо о чем видел в темноте но было некоторое было дверной проем который чудак выделялся и привлек твое внимание ага ты это пробежал через дверь и увидел разросшийся ну сад патио не знаю быстренько оглянувшись в темный коридор ты увидел что чудовище больше нигде не видно и ты понимал ты понял что последние лучи садящегося солнца удерживают его внутри то есть оно видимо могло понял хорошо ты решил отдышаться и медленно пройтись по дворику у травы был такой слегка желтоватый цвет а садящееся солнце делало создавало зловещие тени так так как только у тебя удалось сфокусировать свои мысли ты понял что в твоей голове был еще один голос что-то или кто-то звал тебя из глубин забытой крепости что-то было что-то очень интересное в этом эхо тебе нужно было найти его источник не то чтобы у тебя был шанс но солнце быстро садилось и это убирало последний барьер то что держал чудовище от выхода во двор из дворика вела другая дверь вдруг в темноту ты пошел дальше у нас первая часть будет чисто вот такая вот хорошо ладно блин ты находился в фойе фойе пещеры ну ну подземелья не пещеры да подземелья холл был большим налево была упорная направо в длинный коридор ведущий в полную темноту перед тобой поднимались большие ступеньки вверх я не я не посмотрел что нажал блин я так это это я пошел туалет исследовать так мой факел твой факел выхватил из темноты старые туалетные сидения ну типа эти не сиденья как не ну вы поняли унитаз не унитаз не было тогда унитаза стульчаки о да наверное да старые кровяные пятна были перемешаны с тем что казалось как семя фу я это даже читать не хочу тебе интересно как и кто мог создать подобное ну то есть да я я не уверен что я хочу это знать спрыгнуть спрыгнуть в туалет я помню чем это заканчивается фернхангер когда ты спрыгиваешь в туалет так давай обратно в фойе теперь внимательно читаем вот туалет темный коридор ступеньки черт коридор мне интересно сходить но мне кажется я там нафиг сдохну давайте по ступенькам ага широкие ступени вели к алтарю для жертв альмериан там был распят скелет а это случайно не там где три это погодите это же полностью у нас копирует первое строение крепости сейчас а получается вот та фигня которая ломала двери возможно что это возможно что это стражник с отростком ну посередине вы знаете про кого так ну-ка дальше дальше была дорожка ведущая глубже в крепость минуточку это не та дорожка которая по идее это та дорожка которая нас сейчас приведет к перешейку ну то есть там там мы еще увидим некоторые вещи но это не та дорожка которая будет вести нас к мясному перешейку в котором мак живет осмотреть алтарь я не уверен что я хочу тратить время ну давайте осмотрим алтарь алтарь был типичным для восславления альмера жертву размещали на кресте кровь медленно стекала на протяжении нескольких дней да 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 мы такое видели обычно такие ритуалы были использованы для защиты альмер альмер защищал ну типа покровительствовал пока кровь текла по кресту поэтому на протяжении нескольких дней да я понял наверное этот скелет это последняя жертва которая видел этот крест кровь не текла больше поэтому никакой защиты альмера не было сайт пойдемте ну то есть у нас же нету книги которая выведет нас во второй внутренний двор где будет проход к дереву и ну грубо говоря там где было стадо вот этих вот любовников поэтому боковой проход он сейчас у нас будет вести там где эти баллисты ловушки пойдем проходом был узкий коридор сделанный из грубых кирпичей и камней похоже что пол обвалился в некоторых местах но ты смог пропрыгать с легкостью ого большая комната открылась перед тобой ага большая большая комната в которой было куча томов книг мы похоже пошли не направо мы похоже пошли налево там где у нас библиотека ну-ка давайте ага так ну смотрите так южная часть комнаты имела маленький дверной проход в темноту северная часть комнаты больше была более более замкнутой с с похожей более похожей на пещеру так doorway bookshelf давайте проверим книжечки большинство skin bible извиняюсь так большинство книг были оставлены и на них разрасталась плесень сотнями лет но была часть небольшая часть манускриптов которые выглядели удивительно новыми так грагород рер и сильвиан так грагород это это джоджо из второго прохождения вроде как да если я правильно помню рер это мидбой сильвиан это богиня которая нам ребеночка давала вроде как сказала на пойди роди если я в чем-то ошибся поправьте пожалуйста так да я даже не знаю ну давайте библию грагорода посмотрим я просто не знаю каким-то последствиям приведет потому что грагород очень грозный дядька я бы не хотел бы с ним сталкиваться по крайней мере пока что черт его может сильвиан ну с другой стороны сильвиан это богиня любви рера я не рассматриваю потому что он мне что-то вообще не импонирует давайте мы возьмем сильвиан манускрипты являются частью большего большего сборника и тебе бы хотелось бы чтобы у тебя были все части этого сборника но тебе нужно заняться делами и ты не можешь не можешь себе позволить нести слишком много веса поэтому берем только один из трех печально я бы на самом деле взял бы все три хотя чертова если каждый из них весит там килограмм по 15 они же сделаны из кожи да черт ладно большая большая комната открылась перед тобой а да 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 нам опять предлагают сейчас выбрать куда давайте в дорвайс ходим твой твой факел медленно осветил маленькую комнатку и открыл твоему взору деревянный стол с ящичками ковер который был из восточных святилищ судя по рисунку и частично съеденный труп который который казался частью археологической экспедиции давайте сначала стол обыщем стол уже был распотрошен кто-то его уже обыскивал больше ну большая часть ценностей уже было забрано вытащено много времени назад так открыв ящички вы увидели только пыльные письма ничего ценного но нижний ящик был заперт force to open так пару раз пнув его получилось открыть счастлива монетка выкатилась из ящичка о нет хорошо наверное наверное хорошо что я не полез к нему сразу короче мыть мычание раздалось от трупа полусъеденного и труп попробовал встать на ноги пока он спотыкнулся из из него выпали короче ключи я подбираю ключи от темницы ну по идее да это а нет стоп это же ведет нас не к мясному коридорчику это же ведет нас именно нет погодите со второго этажа мы попадаем в темницу а оттуда уже можно да 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 все верно медленно шаг за шагом он к нам приближается гуль с полуоткрытым рутом игнорировать вернуться в фойе так недавние наши знания привели к тому что на гуле хорошо работает антимагия атаковать его посохом закастовать на него боль игнорировать вернуть давайте вот так наверное хорошо вы отступили из комнаты но гуль последовала за вами вы аккуратно пропрыгали по разбитому полу коридора ведущего в лаборатории в лаборатории библиотеку да это существо не было таким же ловким и короче упало и развалилось потому что там нужно было пропрыгать это было лучше всего потому что гули медлительные сейчас если бы не было никакой посадки потому что игра такая она мне сказала вы убегали от гуля не обратили внимания поскользнули сломали себе ногу остались там к черту я знаю эту игру она может такое сделать гуль провалился по пояс и был не в состоянии выбраться он пытался это безуспешно пытался дотянуться до вами своими кровавыми ручонками забывание превратилось в хрип выглядело так что существо застряло выглядело ну казалось самым разумным решением оставить это место и идти исследовать в другую сторону так нам предлагают сейчас сходить в туалет сходить в туалет мы уже сходили прикиньте сходить в туалет сходили обосрали чуть не обосрались в библиотеке а какое недоразумение природы так коридор ну тогда коридор видимо ключики то у нас есть счастливая монетка есть пойдем в коридор так ваш факел неспешно разгонял темноту пока вы продвигались вперед в неизвестность чем дальше вы шли тем сильнее было эхо внутри вашей головы вы не могли сформулировать слова четко это было явно правильное направление для движения большая комната большая комната с решетками железными ваш факел выхватил человекоподобные фигуры стоящие как раз на радиусе где заканчивался свет ага это мы там сейчас оказались по по окончанию осмотра вы поняли что эти фигуры это средневековые железные девы это эти это эти да отличное сочетание слов средневековые пыточные устройства в виде людей практиковались да это 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 стенд фон сип плату ну практиковались для извлечения крови и жертв то есть так же как крест только тут немножечко побыстрее по моему кровь выходила потому что игл там было гораздо больше кстати да железные девы это известный факт но по моему я где-то читал такой интересный факт что несмотря на то что железные девы были найдены всякое эта штука была очень неэффективна поэтому на самом деле мало где использовалась и служила больше как инструментом устрашения а не пыток в комнате также находились и другие пыточные девайсики инструментики большая часть из них была бы уже неактуальна в нынешнем время ага среди них вы увидели старый укрепленный сундук а дальше по коридору были а дальше в комнате был коридор ведущий к камерам ну давайте сундук посмотрим у нас есть ключи не факт что они к сундуку подойдут но давайте сундук выглядел старым скорее всего он тоже был средневековым ага вы пытались его открыть но поняли что несмотря сундук 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 средневековый но замок в нем еще действующий вам понадобится ключ чтобы его открыть ага вы чувствуете прохладный сквознячок по комнате и который который ведет вас к темному коридору в конце комнаты ну пойдем в коридор раз уж я тут громкий скрип и рычание слышались за тобой что-то огромное вошло в фойе это наверное было то вот а погодите это археолог он что выбрался что ли скорее вы понимаете что это археолог который за вами милочку может быть первое существо это тоже археолог которые то есть они все тут они все равно тут все сдохли все сошли с ума частично сдохли частично превратились в гули и всякое такое а да значит тот первый потому что говорится что солнце наверное село что дало возможность существу продвинуться дальше через дворик возможно он учил твой запах потому что его шаги приближали его звук шагов приближался к тебе довольно быстро нужно быстро действовать коридор который который был перед вами знаете что я наверное потратил много времени на исследование мне кажется в этом моя проблема ну то есть я же заглянул в туалет я заглянул туда порылся там открыл ящик посмотрел книжные полки ну я понимаю что на все это я потратил время то есть если мне придется переигрывать где-то время мне придется сэкономить ну хорошо значит коридор открыл нам длинный ряд тюремных камер с дверьми ну то есть да а в конце были решетки загораживающие лестничный лестничный проход пролет это это вот эта вот лестница которая ведет нас к блондинчику да в конце но ключи то у меня уже есть погодите ключи подходили к камерам а чтобы тут дверь открыть она же открывалась вроде только изнутри то есть если посмотрим сейчас старый ржавый старый только старый ржавый замок стоял на твоем пути к более глубоким тьмам да 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 проверить дверь ага валим в коридор потому что нельзя было сейчас проверять двери нельзя сейчас терять время поэтому эта штука за нами прямо гонится ты слышишь как существо разносило близлежащую пыточную он был прямо у тебя прямо за твоей ну не прямо за твоей спиной а прямо дышал тебе в спину вот то есть в переносном смысле ты не мог его видеть в темноте но ты мог чувствовать волну ненависти идущую в твою сторону ворота были закрыты усиленным замком ты пытался оставаться спокойным так как считал что возможно сработают ключи от тюрьмы существо уже практически неслось в твою сторону когда ты открыл ворота и проскользнул внутрь за секунду до того как бесформенный монстр ударился о решетку ну то есть ключ мне нужен был для того чтобы пройти иначе бы меня тут сожрали но я все-таки потратил много времени и возможно я мог бы сюда дойти более спокойно если бы я дошел сюда более спокойно то я бы мог пошариться по камерам и в камерах найти что-нибудь интересное то есть я думаю а где я мог сэкономить время я мог не заходить в туалет но это немного времени пошариться по книжкам при библиотеке это нужно было мог не открывать столешницу ну не столешницу ящики в столе потому что там ящик был заевший я потратил действие на его открытие я мог вообще не подходить к столу я мог подойти сразу к полусъеденному гулю но фишка в том что тогда я не знал что он полусъеден эта штука могла на меня накинуться чертово я не знаю я уверен что была возможность сэкономить время но где была возможность я не уверен ладно поехали дальше существо пыталась достать тебя и извергала низкий рев из своей глотки кажется что ворота и решетка выдержат его напор сейчас но тебе не хотелось оставаться здесь чтобы это выяснить в самом деле сломаются они или нет вместо этого ты спускаешься ниже в темноту такая мысль приходит к тебе если если темнота извратила этих бедных и они превратились в бездомных тварей постигнет ли тебя эта участь если ты здесь останешься достаточно долго чувак алкоголь и курение то что я обычно говорю никогда в жизни не пробуйте блин так ступеньки лестницы стали липкими от старых кишок и крови чем когда-то стал спускаться спускаться ниже глубже воздух стал спертым и начал пахнуть гнилью волос внутри тебя стал громче ты все еще не мог разобрать слов но он точно звал тебя глубже надо было идти глубже это было точно ты спустился в огромную в огромное помещение полностью полное частично похороненных скелетов и изгнивших трупов валяющихся тут то там погодите а я думал что я иду это мы сейчас в мясной перешейк спустились я думал что я спускаюсь к блондинчику но по описанию это выглядит как мясной перешейк там где лифт давайте посмотрим на земле был толстый слой высохшей крови и короче кишок грязи и всякого такого что покрывало и пол и стены за многие годы каждый шаг который ты делал отзывался эхом в высоте ты не мог видеть потолок этого помещения а стены уходили просто в высоту и в темно в темноту а да 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 видите в там были там были две лестницы да это местной перешейк значит вверх это обратно в тюрьму погодите а где там тогда была дверь которую я открыл от кого я убил у меня сейчас немножко карта не складывается потому что мы пришли в тюрьму по идее ну то есть мы зашли на первый этаж крепости потом был дворик куда мы прошли потом был второй этаж крепости по которому мы походили зашли в библиотеку потом на кресте мы видели чувака вокруг которого должно было типа стоять три мага потом мы мы пошли в темницу да там была пыточная через которую мы прошли а вот так ну типа логично то есть сейчас у нас выходы или обратно в тюрьму к этому упырю или же идти в пещеру к покеткету ну-ка давайте сейчас посмотрим один одна лестница вела на тот на первый этаж откуда ты только что сбежал а другая вела ниже в посередине было относительно новое деревянное строение так то есть мне нужно еще сейчас идти вниз в пещеру давайте по экзамену пайлсу в бодис я не хочу потому что там маг я уверен что эта тварь до сих пор жива неважно сколько лет прошло оно бессмертно пока дело не доходит до Джоджа эта штука бессмертна давайте контрапшн посмотрим что это такое блин за нами та штука все-таки гонится может сейчас не стоит тянуть время ну давайте смотреть ага ты не видел огромные дыры в центре это там туда где лифт уходит наверное пока ты не подошел ближе и не осветил ее деревянная преграда была построена вокруг типа типа лифта да ну потому что там поднимали и опускали людей если нужно было погодите 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 нам же нужно было чтоб лифт работал нам нужно было дернуть по-моему рычаг в тюрьме чего мы не сделали я не знаю к чему это нас сейчас все приведет а погодите стоп какой это мы же к покеткету это же на лифте спускаться че это я туплю хорошо ладно я просто реально стал путаться уже я уже сколько час 15 читаю это все сама преграда не была заляпана кровью и грязью как все остальное вокруг судя по снаряжению вокруг лифт был использован теми же археологами которые поставили тенты снаружи ты бы мог использовать устройство сам если бы ну типа если бы у тебя была веревка веревки у меня нет веревка видимо была в одной из камер или еще где-то если бы я ее нашел я ее не нашел я понял даун ага то есть ступени были покрыты тем же самым кишками дерьмой и кровью though omy холодный сквознячок последовал с тобой в самый в самый низ в приспудню огромный подземный холм ну, грубо говоря, открылся перед тобой. Даже твой факел не мог толком осветить этот район. Platforms suspended about a seemingly bottomless chasm. Ага. Ага. Были платформы подвешенные на вроде как бездонный бездонный бездный. Ну, Эбис это бездна. Ну, да, chasm. Ладно. Платформы были... Стойте, я запутался. То есть это... А, погодите. Возможно, что мы видели до этого, это было вообще ни разу не... Да. Все, у меня сложилась карта. Пыточная. И все это такое, это... Это была вторая часть замка. То, где мы скрылись от чудовища, которое за нами гналось. Это была дверь, ведущая в мясной коридорчик. С мясного коридорчика мы сейчас попадаем в тюрьму. А лифт вниз, это к Покеткету. То есть мы сейчас находимся как раз в тюрьме. Меня это сбило с толку, что эти железные решетки, всякое такое. Я неправильно понял карту. Это мы сейчас попадаем в тюрьму. Вот тут будут камеры. И там в конце будет механизм, который нам... Вы мне предлагаете вот это все играть? Ну, хорошо, хорошо, хорошо. Давайте. На той стороне, где ты был, находились несколько индивидуальных камер в ряд. То, что ждало тебя с другой стороны, было покрыто тьмой. Но получается, с другой стороны, там, где я сейчас оказываюсь, там три камеры, одна, которая типа с Гуллем, одна обычная и одна с завалом. А наверх, это у нас там были две камеры, камера с Кахарой, камера с куклой вроде как. А другой проход у нас был к... Там был проход к блондинчику, и там была комната охраны, в которой один крутой охранник и один обычный охранник. Все, вот мы сейчас там. Окей. Пройти по мостику. Да, давайте. Я не буду... Я не хочу, на самом деле, проверять... Блин. Мне же потом просто возвращаться еще надо. Давайте я сначала пройду по мостику. Ты осторожно проходишь по мостику, перенося вес. just putting some weight on the things cause not fall down. А, и... Вставая так, что некоторые части падают в бесконечную тьму. Мостик ощущался таким образом, как вот он вот развалится. Но каким-то образом он выстоял. С другой стороны... А, другая сторона выглядела примерно так же, как та, с которой ты пришел. Там было три камеры. А вдали был коридор, ведущий на твердую землю. Давай-ка по коридору. Мне механизм нужен, поэтому туда. Ага, то есть коридор привел тебя в маленькую... В маленькое отделение. Слева от тебя проход в маленькую комнату. And to your right, the corridor continues deeper into darkness. А направо коридор идет дальше... В темноту. Давай маленькую комнату. Комната выглядела... Как будто... Как будто она принадлежала армейскому офицеру. Там были несколько стеллажей с оружием. И комната находилась рядом с пустыми полками. Там был деревянный... В комнате был деревянный стол. С впечатляющим кожаным этим за ним. Так, короче, ладно. Вот, rusty lever. Вот что мне нужно. Значит, за столом ты замечаешь маленький сундук. И что кажется, этот заржавевший рычажок. Check the weapon rack. The wooden desk. Блин, я бы тут на самом деле все перелапал бы. Потому что я пропустил камеры. Давай weapon rack посмотрим. На стеллаже с оружием было несколько мечей. Кажется, что раньше их было больше. Но грабители, возможно, забрали все, что было хотя бы наполовину ценным себе. Один из мечей не был полным отстоем. Одно из копий было в хорошей форме. Ты не смог бы унести оба. Так, значит, офицерский меч и железное копье. Смотрите, какая штука. Копье-то у нас двуручное, скорее всего. А офицерский меч одноручный. Копье будет давать больше урона. Но знаете, на что я сейчас смотрю? Если вдруг отсекают конечность, копье становится, по-моему, максимально бесполезным. Не то, чтобы я собирался терять конечность, но все же... Давайте я возьму офицерский меч. Ох, блин, ты слышишь, как цепи гремят. Кажется, что твое маленькое исследование дошло до ушей кого-то или чего-то. Так, давайте... Левер. Дергаем левер, а потом уже посмотрим. Я бы хотел тут все обыскать. Это выглядит как механический рычажок, который что-то контролирует. Ты пытаешься его дернуть, но он застрял. Он даже немножко не двигается. Было интересно. Но для тебя это останется загадкой. Громкие скрипы проходят эхом по бездне. В подземелье была абсолютная тишина, кроме тех, ну, типа, маленьких звуков, которые ты издавал, двигаясь по офицерской комнате. Что-либо, что жило в этой темноте, услышало бы тебя. Потому что все равно все остальное было тихо. Мне кажется, пора делать ноги, да? Вернуться в коридор. Давай дальше в темноту. Твой факел продвигает тебя дальше по темноте. Погодите. А, значит, я вообще думал, что я лифт активирую. А темный коридор это разве не спуск? Давайте сейчас посмотрим. Так, погодите. Минтин-лайт фликерсан, лон-скелетон, чейн-нон-дэ-вол. Ага. Танцующие блики пламени высвечивают скелетона прикованного к стене коридор, закруглено-братно к великой бездне и подвешенным платформам. Тот мостик все-таки обвалился. Ты замечаешь веревку, привязанную к платформе. С другой стороны веревки ты видишь тело участника экспедиции. Он, вероятно, повесился. Ужасы этого подземелья были слишком для него. Поднять труп. Ты был прав в своих предположениях, у человека была современная одежда и выглядел как типичный восточный археолог. Западный археолог, извините. У человека не было ничего. Да, меня волновала веревка, потому что до этого нам нужна была веревка. Лифт не работает, но если бы у нас была веревка, мы могли бы спуститься. Теперь она у нас есть. Теперь мы все-таки идем к Покеткету. Если нас пропустят к нему. Проверить труп. Хочу ли я? Давайте. Ничего ценного. Хэдбэк, давай. Твои шаги были единственные, что отражало с эхом, кроме редких капелек воды, когда ты идешь назад. Фронт. Так, погодите. Как мне вернуться теперь? Давайте обратно в Prison Area, и нам нужно в местной коридорчик опять. А, ты идешь по платформе и слышишь громкий скрежет из одной из камер. Звук, похоже, идет из одной из камер в конце платформы. Что-то запертое внутри создавало этот шум. Большое гуманоидное существо. Штука была полностью голой, выпячиваясь, ну не выпячивая, а обнажая свои ненормально огромные мускулы, и было развито физически. Не хватало левой руки. И она была заменена на что-то вроде как длинные палки или стержня с острым окончанием. Нееет! Это воронка! У этой штуки была голова, самой занимательной этой вещи была голова. Это была голова ворона. Это была не просто маска. Перья росли прямо из шеи. Ты ничего не мог сделать. Просто отступил несколько шагов назад. Оно меня уроет. Хертин, офисер с орд. Это, короче, пытаемся убежать. Ты пытаешься... Попытался убежать от создания. Сначала ты вернулся от замашки, которая шла в твою сторону. Он замахнулся, видимо, мечом вот этим. И ты проскочил как раз так, чтобы ворон тебя не задел. Ты побежал по мосту. Существо... Последовало за тобой, прямо за тобой. Ага, то есть, шаткий мостик добежал у тебя под ногами. Как только ты его пробежал, он разводился на куски. То есть, мы более-менее отрезали себе путь... Ну, и себе путь к его продвижению в ту сторону. И, возможно, вороне придется дольше обходить, пока она нас найдет. А-а-а, огромная туша ворона была слишком большой для этой конструкции. И существо улетело вниз в бездонную бездну. Блин, бездонную бездну. Ну да, короче. С кусками обваливающегося моста. Ты стоял на железной платформе, подвешенной над темной бездной, под тобой, а мостик обвалился полностью вместе с вороном. Черт, я это просто читаю! Ну, елки-палки, как же меня сейчас перетрясло, когда... Ну, просто сражаться с вороной, ну, бесполезно. Там он фулл пати валит, как нечего делать. Мне вот тут предлагают мечиком в него тыкать. Ага. Так, мне теперь нужно вернуться на верхний этаж. А, посмотри, что там осталось с мостом. Клетки... Не-не-не, пойдем обратно. Хотя, вроде как, за нами сейчас ничего не гонится. Я не уверен, что воронка живая. Эта тварь, она бессмертная. То, что оно там упало, оно регенерируется. Проблема... Не проблема в том, а вопрос того, через сколько времени он за мной вернется. Давай сюда. В этот раз ты опять слышал эхо, и ты почти понял некоторые слова. Глубже... 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 Твой правильный путь должен лежать где-то через кровавый... через кровавый перешейк. Стой... 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 Контрапшин. Так, теперь используем веревку. Это мы все же с вами читали. Вот, мы можем спуститься, используя веревку. Да, используем. Так, привязываешь веревку, кидаешь конец вниз. Блин, ну так погодите, там же у нас еще и пещера с Покеткетом, и потом раз, два, три пещеры вниз. Мы пока дойдем до блондинчика, я сдохну, к черту. Во-первых, я в это играю уже полтора... А сохранить это нельзя по-нормальному, пожалуйста? Пусть-то... Блин... Ребят, когда вы говорили, что длинный пролог, почему вы не предупредили, что он такой длинный? Хорошо. И направляемся вниз. Вы ползете вниз по клаустрофобной кровавой яме, ну, по туннелю такому, это же лифт, шахта-лифт получается. Оказывайтесь в месте, которое еще более обширное, чем то, что над вами, ну, потому что это огромнейшая пещера там, да. Так и написано, huge cover, огромнейшая пещера под крепостью. крэшта-лифт, а вы видите железную кабину, которая разбилась на земле прямо под вами, то есть кабина оборвалась, потому и рычаг не работает, и лифт не работает. Ближе, более близкий осмотр говорит о том, что это был какой-то лифт, не стоит понимать о том, что он уже не работал. Да, спасибо. Остановитесь на твердую землю рядом с обломками лифта. Пещера была огромна. right, left, stand, no points of interest, make shifts, campsite, couple of tens and so on. Ага, то есть и здесь мы находим еще эти палатки археологов. Залезть обратно, посмотреть остатки лифта, campsite. Давайте кампсайт посмотрим. Вы подходите к тентам, и не замечательно никакой жизни. Команда археологов пропала. В лагере есть парочка тентов, стоящих рядом с другом. Открытые ящики с копательным оборудованием. стол с документами разбросанными по нему. И там вы видите огромное место раскопок. Посмотреть документы. Давай, наверное, посмотрим документы. Они написаны на Бременском, я не смогу их прочесть. Ага, но тут сказано, что, возможно, приказы этим археологам приходили из самого Бременского офиса, возможно, даже от самого Кайзера. есть картинки вещей, найденных на раскопках. Но вроде как ничего интересного. и они не подходили ни к одной культуре, о которой вы знали. То есть эти раскопки... Один документ вас очень сильно заинтересовал. Там был набросок кубического объекта с различными орнаментами и... ну, в общем, это был куб глубины, так понимаю. Ребят, скажите мне, пожалуйста, вы меня потроллили? Я сейчас просто прохожу Fear and Hunger вот в таком вот варианте, да? Поэтому вы сказали начинать за желтого мага. То есть мне сейчас говорят про куб глубин, про кучу всего. Почему-то от этой вещи у тебя волосы стали дыбом и тебя стало тошнить. Было что-то особое в этом кубике, без сомнения. Couple of Tens. Да, мне сейчас предложат обратно идти. Давайте пойдем обратно. Может, мы найдем куб? Черт. Ладно, пойдем в тент. Нахожу пять спичек. Там спальные мешки разбросаны. Среди бесполезного мусора находим пять спичек. Второй тент практически такой же, только без полезных находок. всякие безделушки, всякие разбитые артефакты. А, вот, среди мусора вы находите орнаментную лампу, орнаментную, ну, изукрашенную, с узорами. хорошо, если я пойду на Digging сайт, у меня такое ощущение, что я там сейчас найду сраного ворона, который поднимется и погонится за мной. Ой, твари. Пойду туда или не пойду? Ладно, пойду. Он выглядел больше, чем... Место раскопок выглядело больше, чем казалось изначально. Были деревянные мостки, ведущие вглубь бездны. Идти вниз по деревянным мосткам. Ага. Эх... Так, идем дальше в глубину. Эхо внутри твоей головы еще раз говорит. Потерянная душа, ты... Ты что, не слышишь мой зов? На этот раз слова были отчетливыми. Хорошо, наконец-то. Голос стал более чистым, более отчетливым. археологи откопали что-то, чему стоило оказаться... чему стоило остаться закопанным. Древние... древние останки частично проступали через каменистую почву. Структура... Ну, останки выглядели практически как останки древнего города. Деревянные мостки вели к чему-то, что казалось, выглядело как храм или как место поклонения. Тез забрался внутрь. Большая часть храма была обрушена временем. уничтожена в смысле временем, но ты все-таки смог разглядеть некие муралы, узоры, рисунки на стенах. ритуалы и богов неизвестных по сей день, нынешнему поколению. Даже если ты только увидел узрел проблески чего-то большего, масштаб все равно потрясал. Это было как ничто другое, что ты раньше видел. Восточные восточные centuries, святилища и город Омона, Абиссония, это все блекло в сравнении. Голос в твоей голове становился громче. Сюда, сюда, сюда. Так, похоже, нам не придется вот то все делать, да? Или эта штука нас сейчас убьет? Ты начал раскапывать голыми руками. Ты повернул деревянную деревянную короче, подвинул деревяшку и подвинул каменную колонну. И там оно было. Ну, источник голоса. Обгоревшая голова. Сиверт остатки головы. Тип lines ran across it. Place of its eye were dark and empty sockets. The only hair had most sparse most stash under the big nose. Ага. Так, вместо глазниц сияли темные дыры. Единственное, волосы это были усы под большим носом. Погодите, а это разве... по обращению все понятно. Я не ожидал, что червяк, как ты, доберется так глубоко в этих подземельях. Но я заберу то, что я получаю. Все земляные черви, все, что делают земляные черви, это копают. Короче, погодите, я боялся найти мага в мясном коридорчике, а маг, я забыл, как его звать. Ну, короче, маг. Он же и есть говорящая голова. Вот он оказался здесь. Я до этого не был уверен, что это маг, но как только он обратился ко мне, червь, я вспомнил мое второе прохождение. Вы черви, червя, он всех червями называет. Кстати, ведь мы же тогда получили благословение, ну, благословенность этого мага именно за счет того, что нужно было желтого мага пытать. Вот оно как. Я только сейчас понял, как это соединяется. Я вообще забыл, что мы желтый маг. Так, возможно, у тебя типа не верблюжье дерьмо, а мозги есть. Ты же желтый маг, не так ли? Ты подтверждаешь, что ты желтый маг. Понятно. Теперь я понял, почему такой таракашка, как ты, мог слышать мой голос. Очень хорошо. Склонись передо мной. Я твой повелитель. Насра. Насра. Вот. The doom and the terror of the modern man. Modern, я бы не сказал, я бы сказал любых людей. Но это тварь реально бессмертная. Кроме Грагорода, его никто не мог убить. Правда, Грагород сделал это так быстро. Это имя Насра. Ты не был готов услышать, не ожидал его услышать. Это имя, которое произносили, даже желтые маги произносили только в самые темные часы ночи. Термин и крусейд Насра. The printer of Tormant. Это его клички, приносящие эти пытки и всякое такое. The doom and the terror of the modern man. The great wizard from eastern centuries went by many names. Ну, вот, короче, да, это великий маг восточных святилищ, известный под многими именами. Он и вправду был твоим повелителем, хозяином. Ага, потому что этот обезглавленный маг был тем, кто явился причиной появления идеологии желтых магов. Но только это случилось более тысячи лет назад. Не было никаких записей о Насре на протяжении 500 лет. Погодите, 500 лет. А, и интересно. Интересно так же, как он оказался здесь? Интересно так же, как он оказался в кровавом коридорчике? Ну, ладно. Ты счастливый ублюдок. Тебе в самом деле повезло это он нам говорит. Есть один человек, которого я хотел бы освежевать заживо. После этого я хотел бы вырвать его спину. Эти спины. Ага, есть человек. Погоди, сначала он говорит про одного, потом говорит про их спины. Эти тараканы, они будут ползать перед этим. Погоди, а что тогда, почему ворон... Ладно, у меня столько вопросов. На удивление, ваш повелитель знает все, что творится в современном мире. И у него для тебя было задание. Ну, типа он осведомлен обо всем, что происходило за все это время, пока его не было, собственно. Как желтый маг, ты должен был следовать своим собственным амбициям и жадности. Но было очень много чему ты мог научиться от этого мага и углубить свое знание в темной магии. Ты решил подыграть. И ты уверен, что этот страх современных людей тоже вполне понимал твои причины. Это была типичная взаимоотношение между высшим желтым магом и его учеником подчиненным. Тебе нужно было пропутешествовать в маленькую страну в Восточной Европе с магом в город Прехвиль. Восточной мы наконец-то потихонечку подходим к тому, что твой мастер пообещал события космических пропорций и звезды выстроились для того, чтобы случилось что-то огромное. Ага, что-то, что изменит течение вещей в мире. Минуточку, 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 минуточку. Вы же не хотите мне сказать, что я сейчас начну играть вместе с Насрой двое и у меня будет бесконечный маг с собой. Погодите. Голова специально утаила детали, но оставила тебе немножечко для размышления. Ты так, 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 ты только что он все это подписался и не мог просить о большем. Так, хорошо. Хорошо, 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 magical, medical. С этой маленькой, с такой незначительной информацией как же приготовиться к путешествию? То есть мы такие просто возьмем и выйдем из подземелья фееренхангер. Вся игра фееренхангер заключалась в том, чтобы оттуда спешать, а мы такие просто берем мага и просто уходим оттуда. Медицина, магия, еда. Давайте я магию возьму с собой. ты нашел два пучка табака и condensed lavender. Это видимо что-то уже из этой игры будет, да? Ты чувствовал напряжение с того момента, как подписался на это путешествие. Каждую ночь ты видел кошмары и ужасы, которые ждут тебя в Прэхевилле. Неважно какая цена, это было слишком интересное предложение, чтобы его выпускать. Со смешанными чувствами ты пошел дальше. Да, пожалуйста. Скипнуть интро нет. Погодите. Нет, я не хочу ничего пропускать. Ладно, давайте. Мне сейчас интересно другое. Где я загружусь? Скип, я сейчас никак не могу нажать. Тебе кажется, что за тобой кто-то смотрел, кто-то спал. интро тут кстати довольно а вот, это новенькое. Ты слышишь голос от обезголовленного мага. Мы сейчас в его владениях. Не подведи меня. Ребята, где я могу загрузиться? Извините меня, пожалуйста. если я сейчас нажму сюда, title. Вот, у меня есть continue. С какого момента? С вот этого. Отлично. Тогда, тогда, с вашего позволения, я тогда на этом моменте останавливаюсь. Это беспрецедентно. Серия идет практически два часа. Но, учитывая ваш интерес к игре, я не стал ничего резать, ничего этого. Во-первых, во-вторых, там тупо не было сохранений посередине. Сейчас я добрался до сохранения. Продолжим с этого момента. Итак, следующая серия у нас получается выходит в пятницу, желательно до пятницы. Пишите, что вы обо всем этом думаете, где я что сделал правильно, где я что сделал неправильно. Можно небольшие подсказочки, можно небольшие советы. Пожалуйста, очень прошу, без крупных спойлеров, давайте воздержимся. мне понравилось, как они все это закольцевали, желтый маг, Насра, перепрохождение Fear and Hunger в текстовом варианте, частичное, по крайней мере. Это все выглядит классно, мне интересно, что будет дальше, я очень, очень, очень чертовски хочу, чтобы Насра пошел со мной, чтобы я его мог использовать как игрового персонажа, это же сраная имба. Но, ладно, посмотрим, как оно будет. Я думаю, что я пропустил парочку каких-то вещей, да, я прихватил с собой меч, прихватил монетки, то-то, сё-то, но мне кажется, в идеале, зная пролог, можно было прихватить еще что-то, но мне кажется, это был не худший сценарий, меня там реально могла эта курица пернатая убить, да еще много чего могло статься, короче, все, ребятушки, давайте на этом заканчивать, пишите комменты, посмотрим, что да как, пока что, на этом все, всем удачи, добра, бобра, всем молодушек, всем покеда. Субтитры подогнал «Симон»!